Биотропика. Спорт, здоровье, долголетие. Итак, сегодня у нас в рамках проекта Биотропика в гостях Алексей Белоусов, мастер спорта по лыжным гонкам биатлому, тренер также по бегу. Поговорим о том, кто такие пейсмейкеры, зачем они нужны, как они помогают улучшить результат. И также Алексей Белоусов, бегун с огромным опытом, более 60 марафонов, 228 полумарафонов, 38 часов непрерывного бега на биотропику ультра-трейл в рамках формата бакиард, поделиться своим опытом. Алексей, сейчас у нас самый главный в городе пейсмейкер. Я правильно так, если скажу? Ну да, можно сказать и так, в простонародье. А так вообще главный координатор пейсмейкеров по набору, по общению, на любые соревнования. То есть всегда, если кому-то надо, на любые старты через меня можно найти хорошо подготовленных профессиональных пейсмейкеров. Это получается твоя сейчас профессия? Это какая-то основная твоя деятельность или это хобби, которое переросло уже во что-то большее? Ну да, это естественно все хобби, но оно, я чувствую, что с каждым годом все больше и больше приобретает вес. И так уже где-то примерно 50 на 50. Удается зарабатывать что-то благодаря этой деятельности? Ну да, немножечко получается. Это все зависит от организаторов, от спонсоров, кто помогает проводить эти соревнования. Иногда получается не обязательно деньгами, как говорится, а именно спортсменов помогают одеть, там, кроссовки выдать, футболку, шорты. Слушай, ну интересно, потому что очень многие ребята даже знают, что есть пейсмейкеры, но не понимают, как попасть в пейсмейкеры, если даже есть какой-то потенциал, это вот написать тебе, познакомиться с тобой, побегать с тобой, и соответственно, чтобы ты понимая и имеющая уверенность в том или ином спортсмене, можешь привлекать, правильно? Ну да, у нас как бы есть, конечно, такая негласная база пейсмейкеров, уже сложившаяся с годами. И новичкам, конечно, можно тоже присоединиться, это не вопрос, просто пишите мне в личку, обсудим. Главное, чтобы был беговой опыт, как минимум два года, чтобы был человек в хорошей спортивной форме. Дальше будем смотреть, может, даже вместе пробежимся на тренировке, чтобы понять, сможет ли человек, то есть как главное, чтобы человек умел держать темп ровный. Слушай, ну интересно, получается, что у многих ребят, которые не понимают, для чего они бегают, может возникнуть какая-то новая идея, ради чего они бегают, чтобы помочь кому-то преодолевать дистанции на том-то темпе. То есть расскажи, пожалуйста, какую функцию выполняет вообще пейсмейкер? Пейсмейкер – это такие специальные люди, которые участвуют в соревнованиях. Для чего? Для того, чтобы помочь участникам преодолеть ту или иную дистанцию в заданном темпе. То есть, например, если… ну и также вывести человека на личный рекорд. Потом человек, если первый раз бежит на соревнованиях, тоже помогает людям преодолеть дистанцию в определенном темпе. И ты как бы получаешься как бы маячок, на тебя люди ориентируются на дистанции. Ты держишь ровный темп, потому что у новичков ведь как? Первые километры он всегда срывается. Бьет копытом. Да, не со своим темпом начинает бежать. Конечно же, через 3-4 километра начинается одышка и как следствие снижения скорости. А пейсмейкер как раз помогает нивелировать эту разницу в скорости. Плавненько выходишь на свою скорость равномерно. Чем равномернее ты пробежишь дистанцию, особенно длинный марафон, тем выше твой результат. Это уже давно доказано и не нами. Самая главная функция пейсмейкера – это сдержать в начале и немножко зацепить в конце. Да, провести человека именно по дистанции, без рывков, планомерно. На пунктах питания тоже можно помочь человеку. То есть, если ты команду ведешь, то тогда притормаживаешь немножечко. А если ты личный пейсмейкер, бывает и такое, что не обязательно договариваешься с людьми, личным пейсмейкером, ты даже его и подпаиваешь, стаканчик берешь, за него батончик и так далее. Я неоднократно видел тебя, ты бежишь с рюкзачком и с питанием, и с жидкостью. То есть, это еще и помощь для атлета, чтобы не нести с собой. Да, да, да. Очень часто новички же они бегут, они не знают, чего их ждет впереди, особенно кто бежит первый раз в марафон. Это запас, да, каких-то? Да, да. Они, может быть, и возьмут что-то, но оно у них быстро заканчивается. Или наоборот, организм не воспринимает что-то, а ты им предлагаешь, например, что-то такое более нейтральное, уже с собой проверенное, и очень хорошо это заходит в участников. Зачастую видим бегая марафоны, полумарафоны по нашим столицам и крупным городам, когда большие флажки, время на нем, да? Да, на нем целевое время, указано, значит, и средний темп указан. Человек уже может на финише, придя в створ, сразу найти своего письмейкера с пониманием, что вот этот человек мой, я бегу сегодня на определенный результат, и он мне поможет точно, ровно пробежать эту дистанцию без... Можно даже часы не брать без гаджетов, если это, конечно, хороший письмейкер. Бывает такое, что письмейкеры ошибаются? Так письмейкеры те же самые люди, конечно, бывает всякое. Очень часто влияет погода на самочувствие письмейкера. Вот у нас пару раз было даже на белых ночах, какой-то год была жара, вообще третьего, сейчас не вспомню, ну не суть. Тоже письмейкеру стало очень плохо, и буквально километр оставался до финиша, и он сходит, то есть от природы тоже очень много зависит. То есть человек, как бы, он письмейкер тот же самый человек. Когда ты подбираешь человека для определенного мероприятия, под определенный темп, в любом случае это же должен быть, это, наверное, даже меньше каких-нибудь 60-70% от максимума этого человека. Да, конечно, он должен бежать с запасом. Это, грубо говоря, тренировочный темп, но может чуть выше. То есть у него запас должен быть, мы как прописываем, 10 минут от целевого времени, например, на 21-м километре, а на марафоне даже 20 минут, 30. Запас. Отличненько, отличного рекорда. То есть то, что он бегал, значит, грубо говоря, бежишь час 30, соответственно, письмейкером ты можешь быть на час 50. Это спокойно, с запасом заделан. Да, потому что вот я видел, иногда бывает, люди приходят, хотят бежать письмейкером, и тут же говорят, я хочу сделать чуть ли не речный рекорд. Но такого не бывает, потому что письмейкер – это такая определенная миссия, ты же несешь ответственность за людей, ты за свой результат вообще не должен переживать, ты должен бежать спокойно, с запасом. Вот это важнейшая составляющая. Да, это такая миссия, которая, ну, возложена на человека, должен человек сам понимать, что он бежит не для себя, он участвует в соревнованиях для того, чтобы помочь бегунам. Ты сейчас бегаешь для себя, или ты бегаешь только ради кого-то? А я сочетаю и для себя, и письмейкерская миссия ничем не мешает мне. Это отличная тренировка в то же время. Она даже мотивирует в коем веке, ну, как бывает, что иногда мотивация туда-сюда, где-то что-то не получается, а когда пробежишь письмейкером, особенно на финише, когда тебя много людей благодарят за твою проделанную работу, это очень вдохновляет. Особенно та группа, которая с тобой, да, зацепилась и добежала. Очень приятно, конечно, слышать, да, отзывы. И потом в комментариях также, в личку и в соцсетях очень вдохновляет. Здорово. К тебе обращаются люди с просьбами быть личным, письмейкером? Да, да, очень часто обращаются. Иногда, ну, не всегда получается, потому что и есть какие-то старты, ты сам готовишься на результат бежать, есть куда-то. Твой план не подходит сейчас. Ну, да, да, да. То есть, а бывает даже несколько человек просится, а я же не могу. Четыре времени сразу на этой дистанции. Да, да, да. И бывает сейчас, вот пошли в последнее время очень много приглашений в другие регионы, набрать команду и приехать. В принципе, это же такое интересное новое направление для развития какого-то небольшого бизнеса. Команда. Да. Есть же команда юристов, а тут, получается, есть спрос на команду письмейкеров. Вот я и как бы создал, но это пока неофициально, конечно, так, команда письмейкеров в Санкт-Петербурге. У нас там логотип даже уже придумали, в планах флаг, и, ну, надо это как-то юридически, конечно, оформить. Это будет первая команда в России? Думаю, что да. Да, почему? Да, думаю, я не слышал, что где-то официально. В Москве что-то там вроде есть наподобие какой-то команды полупрофессиональной. Хорошо, уверен. У многих сейчас возникает вопрос, на каких словах может договориться о том, чтобы вот на полумарафон или марафон у человека был письмейкер личный, который поможет им. Потому что все-таки мы знаем, что самый популярный это полумарафон, марафон у нас. Даже трейл отдыхает, да, там далеко от всех этих асфальтов и запегов. И все хотят пусть на 2, на 3, на 5 минут улучшить свой результат. Письмейкер реально помогает на какой-то процент улучшить. Там какая функция у него, кроме психологической поддержки и то, что он несет питание, да, чуть облегчает. Он же еще и капюшончик может создать. Да, это как в велоспорте. Создается как бы определенный, забыл это слово, как в велоспорте, когда все отстают друг за другом. Ну, капюшончик, да. Да, капюшончик. И мы бежим впереди, как бы рассекаем ветер, за нами народ бежит, как бы получается, как пилотон. О, пилотон, это слово вспомнил. Пилотон это по-моему. В пилотоне всегда легче. Вот велоспорта. Это основная группа. Да, да, да. Как бы ты ни убегался, но пилотон тебя догонит. Если по силам вы одинаковы, потому что в компании всегда бежит... Но они меняются. Да, ну, меняются, это понятно, но в компании всегда бежит все легче и проще. Это уже проверено лично. То есть, как бы ты ни убегал от группы, группа все равно тебя догонит. Если, конечно, вы сильны, ну, по силам одинаковы. Я как-то бежал дорогу жизни, был ветер, температура была минус 20 градусов. Я помню, за ребятами встал, их бежало 4 человека. Они меня немножко так раз обошли, 4 человека, и я между ними, вот они вчетвером бежали. И я вот здесь встал и держался, хорошо. Потом на пункте питания немножко подотстал. Я понимаю, что я без них вообще не могу. Немножко опять напрёкся, догнал их. И я прям отставал, отставал, догнал их, и опять чувствую, что ветер левый, боковой ветер, плюс встречный ветер, плюс погода такая, что ты припрячешься за них, и намного легче бежать. Это имеет миссию? Сколько процентов думаешь? Конечно, конечно, это очень влияет на результат. Почему? Потому что ты, во-первых, и психологически тебе легче, например, бежать в ту же горку, зацепился просто прям, как это называется, как рюкзачишь получается. Ты встаешь за спину. Не слышал такого. Не слышал? Но это больше у лыжников, может быть. Ты встаешь за спину, у лыжников же скорости выше, спрятался за него, со спуска едешь, и скорость, соответственно, на выкате с лыжни, тот, кто ехал сзади, он всё равно тебя всегда обгонит. Почему? Потому что вот этот мешок воздушно создаваемый после человека, он всё равно создаётся. Так же и в беге. В беге, конечно, скорости меньше, но со спуска всё равно это чувствуется, и даже в подъёме, когда, особенно если встречный ветер, боковой. Так получается тогда самое выгодное, с точки зрения, ну, всё-таки целесообразности, для результата тогда не одного пейсмейкера, а трёх или двух, чтобы вот они тебе создали эту дослонку, и ты между ними как бежал, как почему-то к кипчоге, к кипчоге, да, почему у него было столько пейсмейкеров, и причём они бежали, если ты заметил, они бежали, да, клином, да, да, ради этого и бежали, потому что, чтобы тот же встречный ветер не мешал, и как получается... Ну, кто может позволить себе как кипчоге бежать с четырьмя пейсмейкерами? Достаточно двух, вполне, потому что ты же бежишь не один, бежит группа участников. Единственная только проблема создаётся, когда бежишь с пейсмейкером, это на пунктах питания, когда подбегаешь, и бывает очень большая пачка у нас создаётся, и нужно либо... Я всегда предупреждаю, например, метров за 200 до пункта питания, что пункт питания человек должен для себя решить, либо он чуть-чуть отстаёт от группы, либо, наоборот, вперёд выбегает, чтобы не было толкотни, и чтобы человек мог спокойно пополнить запасы воды и питания. Сколько ты уже на марафон пробежал? Марафон 42 километра, 60 вроде бы, да, чуть-то такое 60. Половинок больше, половинки легче переносятся и организмом, и всем рекомендую лучше половинки бегать, 228. Ну, от них просто быстрее восстанавливаешься. Хотя сейчас у меня тенденция наоборот... Серьёзная цифра. Ну да, да. Хотя меня в последнее время почему-то больше потянуло именно на длину, может, с возрастом. Ну, вы так все же говорите, что скорость падает. А выносливость остаётся, да. Выносливость у тебя хорошая, все это поняли, на биотропе «Контротрай». Ну, база у меня хорошая. Вот я с пятого класса начал заниматься лыжными гонками, потом меня пригласили во седьмом классе в биатлон, и биатлон, лыжи как бы... В Архангельске? В Архангельске области есть такой городок небольшой коряжный. Это Котловский район. У нас там была очень хорошая, развита биатлонная школа, лыжные гонки, 5-6 тренеров, да. Ну, у нас в школу просто пришёл тренер, то есть предложил, ребята, будете заниматься. Ведь главное в детском спорте что? Главное, что... Теперь понятно, что у тебя бэкграунд такой спортивный с детства, поэтому у тебя... Да, да. И всякие варианты. Ну, почему-то он мне привил интерес именно к лыжам. Ну, ещё плюс повезло мне то, что я жил на берегу реки, там у нас такая река Вычигда есть, и у нас тренировочный круг проходил как раз рядом у подъезда моего дома. То есть мне выйти из дома, одеть лыжи, это 2 минуты. Я тоже занимался лыжными гонками. Не такой продолжительный период, и без таких результатов. Но 3-4 года это всё. Летом только и осенью кроссы бегали. И я думаю, что это тоже расположило сейчас моё увлечение именно трейлами, лесным бегом по полям, по лесам. Ты вспоминаешь, как это было в детстве. Вы, наверное, тоже, да, всё это время пробегали? Да, почему? Ну, потому что лыжные гонки же подразумевают. Кроссы по пересечёнке, там же самое главное в кроссе... Ой, в лыжных гонках можно больше упахаться. В подъёмы, потом имитация кроссовая идёт. Не зря называют конский вид спорта, да? Ну да, и очень тренера не любят у лыжников бегать, чтобы люди, их подопечные занимались, бегали по асфальту. Потому что я вот сколько не встречал тренеров по лыжным гонкам, они все очень против бега по шоссе. Так все лагеря, все же в лесах. Ну да, это меньше убивает ноги, как правило. Особенно в подростковом возрасте. Асфальт и особенно бетон, это очень такие тяжёлые покрытия для тренировок. На соревнованиях бог с ним там пробежал, забыл, а тренироваться тоже рекомендую больше на грунте. Я как бы, ну, не профессионал. Раньше занимался по мастеру спорта, вот, лыжами, биатланом. Там как бы по две тренировки в день было, а сейчас, как только есть свободное время, так и бегаю. Ну, в неделю у меня это получается километров, ну, 60-80, не больше. Серьёзно? Да. И то за счёт соревнований, которые выходные. У меня так получается в последнее время. Я больше даже набираю форму за счёт именно соревнований. У меня проблемы в другом. Как можно быстрее восстановиться после этих соревнований до следующих. Слушай, мне многие ругают, что много стартов соревнований. Но мне нравится выступать. Я не знаю, вот люди там, понятно, что надо бегать всего, там, один-два марафона в году на результат. Но это те, кто готовится, там, высокий результат показать. А я же бегаю лайтово, то есть не выжимаю из себя. Лайтово – это какое для тебя время? Ну, я имею в виду, что я где-то бегу старт и где-то выкладываю процентов на 90 от максимума. То есть я понимаю, что я там ставлю, например, задачу марафон за три часа пробежать. Я вот чувствую, что могу на 2,55. Вот так, где-то так, запас 5 минут на марафоне. То есть ты не умоешь организм в такой долг, в такое состояние, чтобы потом долго восстанавливаться? Ну, да. Я в основном люблю, если уж так честно сказать, вот сейчас, конечно, ситуация такая не очень, за границей выступать. Почему? Потому что на наших соревнованиях всегда почему-то получается либо дистанция короче, либо, ну, что-нибудь, какие-нибудь косяки всегда встречаются. А на заграничных стартах это как-то более точно вымеренная дистанция, и там больше болельщиков, больше эмоционально составляющая. И ты себя как бы вроде бы не хочешь бежать, а подхлёстывают эти эмоции. Ну, ладно, раз уж приехал за границу, надо же показать себе. У тебя тоже так бывает, что не хочется бежать? Что делаешь? Мне кажется, это у всех такое наступает состояние. Ну, в основном мотивирует себя смена вида деятельности, например, велосипед, плавание. У тебя большой опыт по восстановлению. Какие способы, на твой взгляд, самые эффективные? Что ты применяешь, используешь? Ну, самое эффективное для меня это баня, конечно. Баня с веником, вещь нужная, плавание, бассейн, массаж. Массаж сейчас, конечно, такое удовольствие не самое дешёвое и доступное. Ну, как получается, так получается. А в основном это, да, вот баня. Сейчас же много всяких массажных ролики вот эти все. Очень много можно индивидуально себя промассировать. Есть способы. Ролли, как они правильно называются? Роллы, да, роллы. Вот, на них катаюсь, на роллах. Очень много, кстати, упражнений по-бубновскому. Для, если у кого-то микротравмы, можно посмотреть, в интернете подчеркнуть. Там, правда, у него восстановление после травм. Но такие есть упражнения именно для прокачки боковых связок. То есть, очень такие вещи нужны. Боковых связок, ты имеешь в виду между коррами? Ну, там всё, там, начиная от стоп, заканчивая корпусом. Ты только бегаешь или делаешь какие-то тоже ОФП, как часто? Да, ОФП, да, делаю. Ну, сейчас, конечно, как не так часто получается выбрать. Я хожу в фитнес-хаус в основном, вот, перед тем, как, чтобы восстановиться в бане и поплавать. Ну, в основном я работаю там не очень с отягощением, не очень люблю. Ну, так, подтягивания там по минимуму загружаюсь. Потому что, если я знаю, что если я себя перекачаю штангой, у меня потом дня два так же надо восстанавливаться. Мышцы, ну, немножечко не те прокачиваются, получается. И в беге это тоже не всегда помогает. Как ты думаешь, вот эти регламенты по углеводно-белковым разгрузкам, загрузкам перед марафонами, это рабочая схема, ты им пользуешься? Я лично нет, у меня так как бы не хватает силы воли, что ли. Люди говорят, что да, помогает. Ну, я пробовал, я смешанно как бы пробовал. То есть, ну, себя там сколько, два-три дня надо отказывать в чем-то. Не получается. Да, в нашем современном мире как-то не всегда получается. Я всегда почему-то боялся бегать больше марафона дистанцию. Почему? Потому что столько у всех там негативных отзывов было, да нельзя. Потом будешь месяц восстанавливаться, зачем тебе это надо. Тем более, как я люблю чуть ли не каждую неделю стартовать, маленькие соревнования. Маленькие. Для кого как? 22-42, хорошо? Ну, да. Бывает, почему не обязательно 21, бывает, вот, и прошлые выходные 10 пробежали в субботу, а в воскресенье уже 21. И, как бы, говорят, что после этих больших соревнований надо много времени восстанавливаться. Ну, вот я после бакьярда сколько, мне буквально недели хватило восстановиться. Да, понятно, там ноги были от такой чрезмерной нагрузки немножечко подубиты, подопухли немножко, но буквально 3-4 дня, и уже нормально. Можно было в строй вступать. Какие сейчас беговые мероприятия или цели, может быть, есть? Ну, сейчас уже, как бы, все больше уже дело к зиме. Сейчас таких дальновидных планов не ставим. Сейчас пока все в письмекерстве, как говорится. Все пораспланировано, да? Ну, да, да. А так, обычно мы всегда выбирали за границу. Вот Эстонию очень часто любили ездить на соревнования. Ну, сейчас все это... Мы это кто? У нас была такая команда, ну, она и есть, почему? От клуба «Сильвия», город Гатчина. Ну, там Юра Виноградов главный. Он организатор, по-моему, да, каких-то? Он организатор Гатчинского полумарафона, который будет сейчас, в этом году, 13 ноября или 14. Вот. Мы организовались, как бы, ездим. Рантрип есть такой, можно даже по хэштегу посмотреть в интернете. Ездим на соревнования по всей Европе. Сколько лет? Шесть, что ли. Я видел рантрип. Мне сами ребята из рантрип скидывали в Инстаграме свою страничку. Ну, что-то о себе рассказывали. Ну, повелось так, один год я даже в каком-то, в 2018, что ли, Юра весь был загружен с работой. И мне так привелось, что я 14 раз съездил за границу, свозил команду от рантрип, как главный был. И мы ездили на соревнования. Вот объездили. Прям вот, говорю, за один год 14 выездов было. Интересная локация. Для тебя это что-то новое, это путешествие. Вот в этой, да, идее рантрип? Конечно, конечно. Бежишь и путешествуешь. Ну, да, как ты вот выберешься, например, на... Вот в Пафос мы ездили на Кипр, так же специально не поедешь, а тут вроде как соревнования на Кипре. И там можно сразу же, например, в феврале пробежать два таких классных старта, как в Пафосе или в Масоле. Я вот, кстати, с этого и началось, мы тогда познакомились после Дороги жизни с Юрой Виноградовым в кафе. Я услышал крайне ухо, как это люди едут за границу на соревнования. А мы тут на лыжах катаемся, холодно, а там я слышу, там плюс 20, тепло. Думаю, а почему, чем я-то хуже их? Ну, познакомились и поехали. А дальше и затянуло все это дело. Ездишь в новые места, открываешь для себя новые страны. У нас даже мы поначалу считали, даже, как говорится, звездочки ставили. Вот, какую страну съездить, посмотреть. Много объездов? Ну, у меня получилось что-то в районе 20 стран. Именно с беговыми целями? По Европе, ну да. Ну, как выезд, так и старт. Какие лучшие результаты на полумарафоне, на марафоне? На полумарафоне у меня в Эстонии, в Нарве, час 19. Ну, Нарва тут рядом совсем. А вот на марафоне, на Пражском. На Пражском марафоне я пробежал за 2.50.25. Чуть-чуть не хватило до третьего разряда. Но сейчас, правда, нормативы поменялись немножко. Суждение. Ну, интересно, сейчас, вот марафоны были. Сейчас, я так понял, ты пробежал 100 километров. Какой опыт ты для себя вынес? Легко далось? Ну, зашло хорошо. Я просто, как бы, бежал, как и Бакьяр, с очень большим запасом. Когда не знаю, что ждет впереди, лучше... По сколько? По 5.30 ты бежал? Там 5.27 у меня средний получился. Но я начинал побыстрее. Я начинал 4.44, по часам смотрел, средний темп был. Общий 5.27. А общий 5.27. Если перенести это на суточный бег, то это результат норматив МСМК. Вот с нами девочка бежала, Полина, с Рыбинской. Вот она пробежала, кстати, там, в Череповце, она за 7.40 пробежала. Мы про нее писали. По мастеру спорта международного класса. Вот она летела, да. Красиво бежала, а легкая девчонка. Да, я был, конечно, шокирован, что человек, она, как сказала мне перед стартом, впервые бежит. И мы всегда бежали и думали, когда же она сойдет. Просто таким темпом невозможно бежать. Ну, думаю, ну, 42. Даже ведущий там на стадионе говорил, Полина сильная. Да, Смирнов Александр Александрович Смирнов. Никто не верил. Он и ведущий, и главный тренер, и главный судья. Ну, он главный судья, да, Смирнов. А там еще ему помогал Володя. Владимир Ефимов. Ефимов, да, да, да. Он ей предупреждал, типа, Полина, ты не слишком ли разогналась? Это не марафон, это как минимум два еще с хвостиком марафона. Ты казала всем, что не слишком. Да, да, молодец, конечно. Впечатлило. Есть желание суточный бег пробежать? Я так смотрел, так писал, что не фармуется, получается. Да, да, мы поехали в Череповец. Я еще думал, думаю, большая дилема была 100 или сутки. Думаю, нет, наверное, сутки слишком скороподительное решение. Думаю, нет, вначале поэтапно 100 попробовать без отдыха пробежать, а потом уже сутки. И, как правило, я думаю, что правильно поступил, потому что одно дело бегать, как на бакиярде, с отдыхом, а другое дело без отдыха, еще и по стадиону. Это как две разные дисциплины, разный темп, разная подготовка. Очень отличается. Тем более, да, то все время по одной кольце бегаешь. А менялись? Не менялись? Направления не менялись? А, на суточные менялись. На суточные. Тут впервые до этого никогда не меняли, и это не соответствовало международным правилам. И это правильно, потому что даже на 100 я бы поменял, 50 пробежал, 50 в другую сторону. Очень чувствуется как бы на тазобедренном суставе, то есть как бы все равно… Да, наклончик, нос дополнительный, на левую ногу. Да, 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 есть такое. Никогда не думал, что я по стадиону пробегу 250 кругов, а суточники там у них за 500, да, получается, кругов. Да, у меня было 511 кругов. Ну, там я больше думаю, как бы больше уже работа с головой идет, с психологией… Очень важно все продумать, чтобы у тебя, ну, там не натирало, чтобы у тебя правильная обувь была, потому что у меня там сильно начали болеть стопы. То есть очень все нужно. Во-первых, много интересных видео на эти счеты, много ребят, друзей, кто повыполняли нормативы. И я вот уже, получив свой опыт, с ними разговариваю, что у тебя складывается, что нужно, что не нужно. Это целая отдельная переместка. Да, конечно, это вот, как любят говорить, с дивана точно не приближешься. 42 еще как-то можно там потом… Травмироваться и потом… И пробежать. А 100 ты не пробежишь сделать при всем желании. Там уже другие надо… Вот ты в отличной физической форме, тебе 49 лет. Дай ребятам пару советов, мотивацию. Почему тебе интересно бегать? Что ты нашел в беге? Что он тебе дает? И какую часть жизни он для тебя занимает? Ну, во-первых, надо полюбить то дело, чем ты занимаешься. У меня так это просто уже как бы образ жизни. Как полюбить бегать? Элементарно. Надо просто знать свой организм. Никогда не торопиться в нагрузках. Всегда следить за своим состоянием. Ну, во-первых, для начала обследоваться, сходить в больницу. Посмотреть все свои слабые и сильные стороны. Вот. Решить для себя, чего ты хочешь. И одеть кроссовки и просто выйти из дома. Самое главное, это, конечно, поднять свою попу с дивана. Самое сложное. В любую погоду. Ну, летом, конечно, проще. А у нас особенно такой климат. Зимой очень себя тяжело заставить. А это приходит понимание, чтобы выйти на тренировку, оно в постоянстве. Когда у тебя это все постоянно происходит, тебе меньше усилий прикладываешь для того, чтобы выйти на улицу. Бег затягивает. Поверьте, Алексей. Да, да, да. Чем больше пауза, тем сложнее себя потом заставить. Всегда должно быть постоянство и равномерность бега. Немаловажно подчеркнуть немаловажный аспект, который ты... Не перебирать, потому что очень многие ребята... О, я все там, 10. Вот прям как постоянно кто-то пишет, я начал бегать, я уже 10, через неделю бегу. Бежит 20 и все. Очень часто встречающаяся ошибка сейчас, да, начинающих особенно бегло. Как бы всех предупредить-то, чтобы они не совершили. Да, хотят все, все и сразу, побыстрее. Но так не бывает, чудес не бывает. Как и в любом виде спорта, нужна быть база. А база строится только на тренировочных... Ну, в тренировках. То есть для того, чтобы бежать вот особенно длинные дистанции, нужна, должна быть база. А база строится в подготовительный период. Это как минимум полгода, год должна быть база, чтобы пробежать. Это укрепление опорно-двигательного аппарата, да? Не только уже мышцы белые. Да, да даже не только мышцы. Даже здесь и ментально должен быть готов к этой дистанции. Вот ты бежал в биотропику ультра-трейл. Ты же бежал уже не на мышцах, которые там 37 часов работали. Ты же явно уже бежал на связках, на сухожилиях, которые тебя несли, пружинили. Правильно? Как это работает? Ну, да, ну, там просто уже, как больше сказать, там уже как на автопилоте, получается, бежишь. То есть уже бежишь и не задумываешься. Ты знаешь, ты как бы веришь в свой организм. Ты знаешь, что он тебя вытянет и на большее. Почему я закончил-то? Можно было бежать и больше 38 часов. Ты мог? Я мог, но просто я уже понимал, что ребята со мной бегут серьезно. И поэтому я тебе почему, когда встретились в ночи, я говорю, вторая ночь, конечно, тяжело. Тем более там уже такой туман был сплошной. Что тяжело было? Что, в мышце ноги болели или голова болела? Нет, чисто психологически. Почему? Потому что голова-то всегда говорит, типа, Алексей, тебе зачем все это надо? Давай, остановись. Вот ты все уже, ты уже все всем доказал. Тебе зачем 228? Да, да, да. Ты же вообще просто вышел погулять. А тут пошло, пошло, пошло. Так поделись ответом. Ты что ответил? Зачем тебе все это надо? Зачем тебе нужно? А, кстати, могу ответить? Именно в конкретном случае на биотропике. Я так и прибегал, и я даже уже сказал тоже ребятам, что в своей команде поддержки я заканчиваю 100%, все, никуда не побегу. А потом так выяснилось, что с Питера-то я как бы один остался, и нас народу-то... Пошло, да? И потом люди стали все меня подкармливать. Ты давай подумай, ты давай пробеги, мы тебя покормим. Я говорю, так я уже все. Не-не-не, ты давай подумай, пробежишь круг, и мы тебя покормим, и дальше сам решишь. Ну, мне как-то было стыдно сходить с такой поддержкой. То есть психологический диалог, да, внутри постоянно шел, диалог внутри. И находил, цеплялся, да, за различные поводы еще. А как-то вот, да, я поэтапно сейчас могу рассказать, как это происходило. Вначале я как бы побежал, думаю, ну ладно, пробегу там. Первая зацепка была, как чтобы пробежать 100 километров. Никогда в жизни же не бегал. А, вначале у меня максимум был 50 километров, и это правда. Первый этап у меня, значит, 100 километров было пробежать. Смотрю, вообще легко. Ну ладно, думаю. А потом бежал, думаю, ну надо же попробовать когда-то и 24 часа. 24 часа тоже пробежал, хорошо, сил много, давай дальше. А там же как было, каждый круг бежишь, и народ сходит. И потом, как бы, как сказать, ты заводишься, что ли, получается, что как бы... Кто еще сойдет, да? Ажиотаж такой наступает, ну ты как бы думаешь, ну классно же. Только что было у нас там 16 человек, бац, уже 9 осталось. Вот сколько у нас вышло на 30 кругов? 9? Ну, 30 круг пробежал, и нас сошло 4, по-моему, или 3 человека сразу. И вы остались шестером. Вот, у меня Ольга, которая мне помогала, кормила, поела, она всегда, ну, мне говорила, вот, ты любитель ровных цифр. Это чисто психология. Вот смотри, сейчас 30 кругов пробегут, на 31 уже точно, вот надо еще один круг пробежать, и ты тогда уже будешь выше. Ну, так и случилось, 30 пробежали для ровных цифр. Слушай, мне тоже в голове было, ну, точно так же, но я, ну, просто физически уже больше не мог, потому что я там 15 секунд еле вложился. Да, мы же видели, все прекрасно видели на финише, ну, ты вообще герой, конечно. Да нет, дело не то, что, видно, мозг так определил тоже, зацепился и полностью выложился. Я тоже понимал, что на 30 сейчас много кто сойдет, надо бы еще 30 лет. И вот, ребята, много так сошло, тоже все цеплялись, цеплялись. Видишь, у каждого свое же, я вот там видел, Ковалев вот бежал, да, у него же просто перестала усваиваться еда. Он бы, он мог бы и рад дальше продолжить бежать, ну, вот, не усваиваться. Александр, да? Угу, угу, с Пскова. Вот он, он, мы сколько бежали, он бежит, он пробежит километр, идет пешком, пробежит, идет пешком. Он говорит, что случилось, нет, что случилось, он говорит, я не могу, у меня не усваивается. То есть, он по кустам все бегал, все, вот, не справляется организм, все. Интересно, кто-то там держал повыше и отдыхал больше, кто-то по чуть-чуть, по чуть-чуть и с минимумом отдыха. Ну, я считаю, что тут многие, как сказать, со скоростью перемудрили немножко. Зачем надо было так быстро начинать, бежать, тем более такая погода была, то дождь, то там сыро-скользко было. Вот интересно, там погода поменялась, и солнце было, на второй день прямо жарко было, да? И жара, и холод было, ночью-то тоже было как-то даже прохладно, я даже ветровку одел. У меня, я помню, ночью на какую-то округу вышел, меня прямо вообще колбасило, меня прям, вот, как будто как с просуну тебя разбудили, и куда-то вот зачем-то, и вот тоже борьба была, думаю, а зачем мне все это надо? Ну, я вот так вот просто, у меня колодец лего, я просто первый километр бегу, меня аж потряхивает. Что тебе дает бег? Почему ты продолжаешь бегать, уже много-много нет? Новые эмоции, новые впечатления, новые друзья, новые страны. Все как-то вот так замешалось именно с бегом. Я даже сейчас не представляю свою жизнь без бега. Инструмент социализироваться, да? Инструмент больше общаться, находить единомышленников. Ведь люди, которые бегают, они же действительно, они же немножко отличаются от тех, кто по барам или по дискотекам там ходит. Да, надо, кстати, сразу скажу, ребята, если вы решили бегать, сразу же готовьтесь к смене образа жизни, не только в плане своего, и в плане своего окружения. То есть сразу меняются все друзья твои даже. Те, которые, казалось бы, твои постоянные, которые были, они ходят на второй план, приходят новые люди. Именно вот эти интересы меняются, и круг общения тоже, соответственно, меняется. Это неизбежно. Да, это правильно, я считаю. Ну, просто ты был в одном кругу, общался в одном кругу, да, друзей, ребят, а теперь в другом кругу. У тебя точно так же было? Да. Хотя ты же с детства, в принципе. Ну, у меня просто так получилось, что я из своего маленького городка рано уехал, грубо говоря, там после школы сразу в институт, 4 года в Архангельске, там друзья. У меня очень много друзей везде по области и здесь, в Питере. И поэтому получалось так, что там пообщался, здесь пообщался. Очень много теперь, зато друзей, приятелей, где можно приехать и остановиться. Здорово. На самом деле проводили опрос в течение 70 лет у людей в разном возрасте, спрашивали, ввиду чего вы ощущаете себя счастливым. Ну, и в разные периоды, и в разный возраст. Это были разные аспекты материальной ценности, какие-то машины, еще какие-то навыки. Но в конце жизни все говорили о том, что всем им или не хватает, или они ощущают себя счастливыми за счет широкого, глубоких взаимоотношений с другими людьми. Потому что всегда человеку хочется кому-то позвонить, с кем-то поделиться. И даже не нужна как фактическая поддержка, как ощущение этого, это делает человек. Они пришли к выводу, что именно широкий круг общения способствует тому, что люди ощущают себя более востребованными, счастливыми, удовлетворенными. Да, самое главное в нашей жизни, мне кажется, я считаю, это общение. Общение, еще раз, общение. Почему? Потому что все эти материальные блага, они приходят и уходят, тем более в наше такое нестабильное время. Сегодня ты можешь быть наверху, завтра внизу или наоборот. То есть это тебе не приносит такого, мне кажется, удовлетворения. Можно гораздо большего добиться в чем-то, в обычных вещах, чем в материальных. Гораздо больше тебе принесет счастье, мне кажется. Как ты относишься к алкоголю? К алкоголю отношусь нейтрально. Почему? Потому что многие говорят, вот, алкоголь там, ну как бы очень вредно влияет. Я считаю, что если в меру, по чуть-чуть, там, тоже вот как сейчас на соревнованиях пишут многие, вот, там, спонсоры алкогольной фирмы, там, компании, это пиво, да, например, алкогольное, я ничего зазорного не вижу. На очень многих заграничных стартах этот алкогольное пиво есть, ну, ничего страшного, если там пол баночки, баночки выпьешь после финиша. Главное не злоупотреблять, это как есть в любом. Ответ принят. Если речь идет не только о беге, а вообще о спорте в целом, как ты думаешь, в жизни каждого человека должен быть спорт, должна быть какая-то нагрузка? Ну да, думаю, да, спортивная составляющая всегда должна быть. Почему? Потому что, ну, как бы, если особенно у человека сидячий, работа, образ жизни, нужно все равно, чтобы кровь бурлила. Там, не знаю, он должен ездить там на дачу. Почему сейчас люди заводят очень много дач? Они ездят на дачу, чтобы физическим придом там, да, восполнить, недостаток физического труда получить. Ну, вот у меня дачи нет, я выходные, где-то бегаю, восполняю свои, как сказать, энергетические потребности. Где-то за городом бегаешь? Да, ну, в основном в Токсово, да. Там почему? Потому что там и природа, это уж... И недалеко ехать, да, значит? Да, да, озера, очень-таки классные места. То есть, Токсово, это вот диатлонный центр старый, да? Да, УТЦК у Голова там, потом стрельбище СК. Я там просто армию проходил, я... Своими местами? Каждый курс знаком, да. Я там и провожу свои беговые тренировки, тренирую девчонок и ребят. Ну, я сейчас больше индивидуально тренирую, потому что не люблю групповые тренировки. Почему? Потому что, ну, ты не можешь дать занимающимся больше уделить внимания, когда группа. Они же все разные подготовки. Как вот, не представляю, например, человек 10, и их тренировать в одной тренировке не представляю. Проще всегда индивидуально, индивидуальный подход. И считаю так, правильно. То есть, ты еще и тренер, не только космейкер. Как тренер, что ты скажешь по процессам, по тренировочным? Что самое эффективное? Ну, там, например, есть теория, чтобы много бегать, ну, например, ультрамарафоны, нужно просто много бегать, набирать объемы. Кто-то говорит о том, что не нужны объемы, нужны просто интервальчики или промежуточки. Кто-то говорит о том, что, в принципе, можно совсем немного бегать, но много силовой там делать. Какой универсальный способ? А вот тут универсального ответа не дашь, потому что все сугубо индивидуально. Почему? Потому что, во-первых, все люди разные, у всех разная конституция, ну, как бы тело, антропология своя, и получается, как бы, один совет одному подходит, другому противоположно, как бы, не подходит. В основном, это придерживаться нагрузки, которая, чтобы тебя усваивалась, чтобы ты мог восстановить эту нагрузку, переварить ее, и все. Часто сталкиваюсь с такой проблемой, что после соревнований, допустим, просто там полумарафончик, в принципе, так как бегаю более длинной дистанции, полумарафон вроде бы ничего такого, но если я пробегаю его, ну, там, на 95-100%, на 100% там тяжело, это как бы тяжело вообще, в принципе, пробежать на 100%, ну, там, 90-95%, у меня идет через 3-4 дня, из раза в раз уже, на протяжении многих лет, независимо, это будет, там, полумарафон, или там, 60 километров, просадка иммунитета, и я начинаю, ну, у меня проявляются там, там, респираторные заболевания, я прям чувствую, что я просаживаюсь. 3-4 дня, опять раз восстанавливаюсь, но это из раза в раз, после даже мощной тренировки какой-нибудь интервальной, там, по плану есть тренировка, долго не делал, раз сделал, раз просил, вот что это за механизм такой, не знаешь? Это у меня тоже такая, кстати, ерунда была раньше, особенно, когда вот по мастеру я занимался, всегда, когда набираешь, ну, там, даже пик формы, там, очень организм чувствительный ко всем этим болеет, очень надо предохраняться от тепли, одеваться сразу же после финиша, нигде, грубо говоря, языком не чесать, по-быстрому все эти дела свои делать. Почему? Потому что, когда организм набирает форму, все эти процессы обострены. То есть, любой пчих, там, любой кашель, ты сразу моментально подцепляешь, организм вот так вот устроен, что... То есть, иммунитет ослабевает, да? Да, и после соревнований, всегда, когда вот, например, особенно длительные, да, всю энергию свою выдаешь, и тебе организм получается опустошенный, любая... Ослабленный, да, да, да. Иммунитет как бы он проседает, и любое какое-то внешнее паразитирующее, ты сразу... То есть, снизить риски. Да. А я, наоборот, практикую после нагрузки раз в холодной душе. Не, ну, это правильно. Я просто имею в виду, нет, я просто говорю, что всегда после длинных, да, тренировок не надо, там, например, идти, там, на дискотеке, там, еще куда-то, да? То есть, ты лучше спокойно... Остановление отдать? Да, да. Там, в баню поедить. Снизить риски? Да, да. Вообще не имеешь в виду, да, что-то инфекционники не поедали? Ты в итоге решила эту проблему, она сама отошла, или что-то поменяла? Она как-то с опытом, ну, как бы, уже, так, сама ушла эта проблема. Я специально над ней не работал. Получается, что, как бы, ты уже сам потом с возраста начинаешь понимать, что тебе важнее. Ты уже знаешь, что, да, если я сейчас вот это сделаю, на завтрашнее утро мне, может быть, не очень хорошо. Поэтому ты исключаешься эти риски и стараешься контролировать все это. Понял. Если идут соревнования, там, особое питание какое-то есть, ты вот там белки как-то ты усиливаешь? Ну, да, стараясь, как бы, поменьше жирного есть. После? Перед, перед. А после, после, мне кажется, можно восстанавливаться. Все, что ты любишь, кушаем издовую. Вот. Как говорят, как в печку, да? Да, да. Вот, особенно вот сейчас на биотропике мы же бежим, мы же не задумывались, чего там. На одних бананах, на одних гелях же не прибежишь. Поэтому там все в ход шло. Я попробовал и кисель, там, и много чего, там, и рис мы ели, и бульон. Много смотрел ребят, которые там в США, в Германии бегали, потом рассказывают, что очень хочется организма, и самое лучшее – это джампфуд, вот эта всякая вредная еда. А, да. Шоколадки, чипсы, которые обычно не ешь. Да, 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 да. Пожалуйста. Такое есть, да. Ну, просто, может быть, на стрессе организм, конечно. Он поглощает там все подряд. Я помню, на одном марафоне, на лыжи, я приехал, мне тренер лимон сразу в рот дал, я его съел, а потом мне спрашивают, ты так лимон съел? Даже не это, не покусил себе. А я думал, это апельсин был. У меня такие ощущения вкусовые были, как будто я как апельсин съел. Меняются мироощущения, восприятие, все. Так и есть. Ну, самое главное – верить в себя, в свои силы, и все получится, в принципе. Получать удовольствие, да? Да, главное – не перегружать свой организм, ставить реальные цели. Вот то, что я, например, на биотропике сделал, так поступать, конечно, нежелательно. Не запланированно. Не запланированно, да. Не повторять. Это когда у тебя база большая, там, лет 20 в спорте, тогда, да, тогда можно такие эксперименты устраивать над организмом. Смогу, не смогу, да. Да, да. На слабо-не слабо это очень печально может закончиться, не только на порно-двигательный аппарат, но и на психологию может тоже круто повлиять. Поэтому всегда старайтесь держаться золотой середины. Слушай, а если речь идет про марафоны, ты много пробежал марафонов, полмарафонов, на что обратить внимание, чтобы скорость была, так скажем, максимальная? Много есть вещей, на которые люди не обращают внимания. Например, я посмотрел видео, что практически все, из-за того, что петляют, набирают по 200-300 метров лишних на марафоне. Действительно так? Да, вот сейчас я даже в Череповце, вот мы бежали по стадиону, я долго не мог понять, я уже бегу, у меня на часах 102 километра. Думаю, как так, ведь дистанция же 250 кгов. Обгоняли, да? Нет, потому что пункт питания, он был как бы немножечко на, получается, на шестой дорожке. И получается вот эти вот все виляния, да, и туалет, и получается вот два лишних километра за 100, на дистанции 100 километров набегом. Поэтому вот так. Как ты думаешь, кроссовки с карбоном работают, не работают, дают на каких-то темпах эффект? Ну, это для подготовленных людей, ну, кто бежит по разрядам, грубо говоря. С карбоном, мне кажется, особенно на длинных, там больше, мне кажется, надо на, чтобы амортизации больше, ну, имеется в виду, карбон же больше их скорости придает, как бы, да, получается. Пишет 4 процента же. Ну, не знаю, это тоже надо смотреть, какой вес у человека, какой рост. По моим, я просто сам еще, честно, я еще не пробовал. Понятно. Вот, я поэтому советовать, рекомендовать точно не могу, но мне кажется, что, как и все эти новинки, они работают только у тех атлетов, которые бегут на скорость, ну, в основном, которые стремятся там на результат. Какие твои любимые кроссовки, в чем бежишь? Ну, у меня ASIC, Salomon, Adidas. Мы же бегали когда, в наши времена, в советские, жденные в СССР, мы бегали в этих, в фланцах вообще, в кедах. У меня есть вот и скоряжный там человек, который бегает до сих пор в этих полукедах, все соревнования, асфальт, не асфальт, поэтому... Главное, я считаю, чтобы была хорошая амортизация у кроссовок, чтобы они тебе подходили, именно у кого широкая стопа, у кого, ну, чтобы... Не передавливало. Не передавливало, да, и чтобы тебе было в них комфортно бежать. Особенно на длинной дистанции, там на полуразмерчик, на размер тоже своя специфика побольше. Почему? Потому что при беге нога разбухает, и... А на пять, на десять, на полумарафон, там можно более облегченные кроссовки, ой, не... марафонки. Вот. Почему есть марафонки, есть полумарафонки. В общем, хотите пробежать по личнику марафон или полумарафон, не виляйте и обращайтесь к Алексею Белозову. И еще не забывайте, если, ну, в зависимости от дистанции, вовремя употреблять вот эти энергетики, восполнять углеводные запасы на дистанции, это изотоники, потом есть куча всяких шотов, которые тоже помогут справиться с усталостью на дистанции. Тоже вопрос такой дискуссионный. Я изотоники вообще не могу употреблять, желудок сразу реагирует. Вот поэтому это, я говорю, что это все сугубо индивидуально, у кого какая восприимчивость ко всем этим делам, вещам, все это надо пробовать на тренировках, на тренировках. Ну и на таких соревнованиях, которые не придаешь значения, там, какие-нибудь такие маленькие, пустячковые. На них попробовал, да, значит, все. На московский марафон, значит, это мне надо брать, вот это, это знакомо. Всегда использовать и употреблять знакомые вещи. Здорово. Спасибо, Алексей. Да, всегда, пожалуйста. Хороший совет, и надеемся, всем был полезен. Субтитры создавал DimaTorzok